В нетрезвом состоянии и без прав управления транспортом. По статистике, частое нарушение островитян за рулем. Сотрудники регионального управления ГИБДД вышли на тотальную проверку водителей. И что ждет полицейских во время рейда, предугадать невозможно. Сегодня вместе с людьми в погонах мы узнаем, в чьи планы точно не входила встреча со стражами порядка. Кто не боится и подвергает опасности себя и окружающих. Первый же автомобиль, который остановили правоохранителя, оказался с нарушителем. Мужчина сел за руль, не имея водительских прав. Его лишили их в мае за вождение в нетрезвом состоянии. И вот в этот вечер он во второй раз попал в руки стражей порядка. По словам сотрудников ГИБДД, с годами они начинают видеть нарушителя невооруженным глазом. Ночью у экипажа спецроты оказалась богата на улов. За рейд они выявили 9 нарушений административного характера и 3 уголовного. Среди них и браконьеры, которые незаконно добывали краба, и те, кто перевозил в автомобиле больше 30 литров красной икры и неизменные нетрезвые водители. Да я могу сказать, каждый первый, который пытается, ну грубо говоря, пытается оправдаться с пьяными водителями, ну это точно, это каждый первый. Либо я не ехал, либо я не пил. Начинаем преследование, передаем информацию в дежурную часть другим экипажам. Если экипажи есть поблизости, свободны, как бы подключаются, оказывают помощь. Хватает работы и у тех, кто обеспечивает безопасность на дорогах днём. По официальным данным, за прошедшее время в области зарегистрировали около 300 ДТП. Это на 2,8% меньше, чем в прошлом году. Таких показателей удалось добиться благодаря комплексным мерам. Это информирование населения, работа с подрастающим поколением, установка камер фото-видео фиксации. На текущий момент у нас была предусмотрена установка пяти комплексов фотофиксации на территории области. Эта работа успешно завершена. Сейчас введены новые комплексы, в том числе, как вы упомянули, в районе второй гимназии, где у нас на протяжении многих лет усматриваются нарушения правил остановки стоянки, что затрудняет движение транспорта по проспекту Победы. Благодаря использованию системы автоматической фиксации нарушений можно получать информацию о ситуации на дорогах и регулировать работу светофоров в местах скопления автомобилей, что позволяет оперативно ликвидировать заторы на дорогах. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин, до конца 2024 года на дорогах области будет действовать и ещё 150 камер фото-видео фиксации. Установка позволяет осуществлять полноценный контроль за состоянием дорожной сети и значительно повышать уровень безопасности на дорогах. «У нас установлены и такие комплексы ранее были на нижней площадке горного воздуха, на Ленин-218. Пока это следующий объект, это влияет на водителей. Штрафы выписываем, соответственно, люди начинают задумываться, стоит ли ставить автомобиль или нет». Контролируют на дорогах безопасность как пешеходов, так и пассажиров общественного транспорта. За этим следит Центр управления городской мобильностью. Здесь разрабатывают новые маршруты, корректируют дорожную разметку, мониторят информацию с камер наблюдения и регулируют работу светофоров. «Отдел, который прямо отвечает за разметку в нашем городе, за работу светофорных объектов, за размещение и актуализацию знаков дорожного движения. В отделе работают инженеры, которые занимаются разработкой проектов организации дорожного движения». Еще один компетентный орган, который обеспечивает безопасность передвижения на трассах – управление автомобильных дорог Сахалинской области. Здесь анализируют ситуацию на самых аварийных участках области и находят пути решения этой проблемы. «Рассчитываются места концентрации ДТП на дорогах, которые необходимо ликвидировать обязательно. Применяются определенные мероприятия, определяются дополнительные знаки устанавливаются, камеры видеонаблюдения, искусственные неровности или светофоры». Идет и профилактическая работа с детьми. В области проходит школьная онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Состязание проходит на платформе «Учи.ру» и проверяет дорожную грамотность учеников первых девятых классов. Соревнования проводят четвертый год подряд в рамках нацпроекта. В прошлом году в них приняли участие более 15 тысяч школьников из всех районов Сахалинской области. Ежедневно сотни тысяч автомобилей выезжают на городские магистрали. Скорость и безопасность их передвижения во многом зависят от ответственности и профессионализма работников специализированных дорожных предприятий. Сотрудники круглый год обеспечивают содержание и эксплуатацию сложного хозяйства, приводят в порядок транспортные артерии, обеспечивая ровный и бесперебойный ритм жизни города. У дорожников нет выходных, они трудятся в режиме 24 на 7. Сегодня обеспечение безопасности на дорогах играет первостепенную роль в улучшении инфраструктуры нашего региона. Благодаря труду профессионалов, которые занимаются проектированием и своевременным выполнением работ, магистрали области становятся качественнее. Продолжение следует...